Всем привет, друзья! На моем канале существует замечательное, во всяком случае мне в это хочется верить, традиция. Каждый год 31 декабря... Приблизительно раз в год мы собираемся здесь для того, чтобы поговорить об аниме. А точнее, о пагубном воздействии на психику подростков, японских порномультиков с пучеглазыми героинями. Мы уже встречали работников образования, сумевших найти в аниме скрытые коды из слов. До сих пор в шоке. А как заявила по телефону зауч матери провинившегося, Любое аниме разрушает психику детям, и у нас есть рекомендация запрещать аниме детям. Дальше работница министерства образования рассказала, что в аниме есть 25 кадр и скрытые коды из слов, чтобы разрушить нацию. Скрытые коды из слов. Скрытые коды из слов! Стревоженная общественность не оставит без внимания каждую подозрительную футболку анимешника, даже если это не анимешник. Какая разница, раздевайся! Сегодня же от слов мы, ну, как мы, перейдем к действиям и начнем бороться с плетворным влиянием японской анимации на улицах Новосибирска. Добро пожаловать в 21 век в светское государство. Инцидент произошел 16 августа в центре города Новосибирска. Активисты движения 4040 заметили прохожего в футболке, принт которой показался им кощунственным, и потребовали снять ее, угрожая вызвать сотрудников полиции. Я здесь живу. Ссылки на эти ролики вы найдете в описании к этому видео. Но это все из серии «Кто-то что-то сказал», «Где-то кто-то решил». Бабули на лавочках тоже много о чем рассуждают. А ты проголосовал? А ну быстренько голосовать, быстренько голосовать! Да, подобная бабуля вполне может работать и в сфере образования. В данном случае это указание не на возраст, а скорее на мировоззрение. Но все же я до последнего верил, что никто серьезно не будет рассуждать на эти темы. А уж тем более писать научные статьи в газеты. Почувствовал себя культастом, когда начал говорить о печатной прессе. Кровь, смерть, однопр... отношения. Специалисты объяснили, как аниме незаметно развращает подростков. Авторы этой статьи сделали все, чтобы мне отключили монетизацию. Первое, о чем говорят специалисты... Какие специалисты? Где можно ознакомиться с их работами? Простите, я слишком многого требую. Специалисты. Вместо положенных 24 кадров в секунду, здесь используется 15, что вредно для зрения, но действует гипнотически. Начинает появляться самая настоящая зависимость. Подросток перестает интересоваться реальным миром, потому что он скучный, неярок, а на экране буйство красок и эмоций. Слушайте, я начинаю теряться. Еще же совсем недавно прогрессивная тетенька из школы утверждала, что там 25 кадр вшит. А наука-то не стоит на месте. Все, новые, новые данные. А вообще, какая-то странная логика. Ну, раз в аниме всего 15 кадров, как раз-таки реальный мир должен казаться более привлекательным и динамичным. Или это не так работает? Чем меньше кадров, тем интереснее. Но опаснее. Так что, если компьютер вашего ребенка тянет Horizon, да, я знаю, что эта игра еще не вышла на ПК. Только в 15-20 фпс срочно в магазин за топовой видеокартой. Или что там ПК-бояре обновляют. А иначе буйство красок и эмоций поглотит вашего ненаглядного сыночка или дочурку. Это непередаваемый привкус 10 фпс на губах. Хотя, откуда мне его знать? Я играю на консоли. Но если 15 кадров так воздействует на психику, что ж тогда статичная картинка с подростком сотворит? Даже подумать страшно. Сейчас в России, как и во всем мире, невероятным успехом среди подростков пользуется японское аниме. Смотреть его не просто модно. Молодые люди, не желая жить в реальности, уходят в субкультуру, проводя за просмотром все время. Проблема, конечно, характерна исключительно для подростков. Вот старшее поколение проводит все свое свободное время за просмотром глупых отечественных сериалов. Но вы не понимаете, это другое. Никому не приходила шальная мысль в голову, что некоторые люди, некоторые услышали, ситуации разные. Пропадают за компьютером или у экрана ТВ, потому что в реальном мире родной поселок ничего, кроме Падика, с Пиванским предложить не может. И да, повторю, ситуации бывают разные. Ты это знаешь, я это знаю. Ну, ты же все равно напишешь об этом в комментариях. Сколько замечательных статей посвящено вопросу, почему, ставьте имя нужного покемона, наносит непоправимый вред детям? Но никого не интересует другая тема. А почему изначально ребенок уходит из реальности? Ну и да, своеобразная заметочка на полях. Чтение, к примеру, Достоевского тоже своеобразный уход в другой мир. Запретить литературу! Хватит это терпеть. Главные герои ведут себя агрессивно. Сражения показываются с пугающими подробностями отсеченных частей тел и рек крови. Чаще всего главный герой красив, одинок, агрессивен, психически искалечен и сам часто прибегает к насилию. Смотря на такую картинку, постоянно подросток привыкает к жестокости и перестает понимать, что это плохо. К тому же дети склонны подражать любимым героям. А можно название? А то аж посмотреть захотелось. Начнем с того, что и в обычном, прости господи, российском кинематографе жестокости тоже хватает. А банальный выпуск новостей на федеральном ТВ может сниться в кошмарх еще целую неделю. И вот эта жестокость уже не выдуманная, а реальная. Второй момент. Даже я, человек совершенно не увлекающийся аниме. Ну, разве что Жожа, и Наруто, и Ева, и когда поют цикады. Шутка. На самом деле, я ничего из этого не смотрел. Серьезно. Так вот, даже мне понятно, что там жанров огромное количество. Хотя, с другой стороны, я статьи в печатную прессу не пишу. Что я могу знать. И подобные обобщения звучат ничуть не лучше, чем любой фильм, это боевик. Приятно познакомиться. В Японии совершенно другое отношение к ней. Там нет никаких моральных запретов на самоубийство, что и показывается в аниме. Смерть на экране преподносится эффектно и красиво, а неокрепшая психика подростка может еще больше романтизировать этот момент. Next. Хотя, подождите, повторю, запретить литературу. Анну Каренину как минимум. А еще страдания юного вертора. Для японцев данная тема также не является запрещенной. Поэтому в аниме они это активно культивируют. В сюжетах преобладают отношения между представителями одного пола. И показывается это максимально романтично и красиво, чтобы вызвать у зрителя сопереживание и сочувствие. Издание версии инфо создано с целью отображения реальной и объективной новостной картины дня для наших читателей. Позвольте с вами не согласиться. Ах, чувствую не стать мне журналистом. Ну не могу я так избирательно рассуждать. Играешь в игры, становишься маньяком, смотришь аниме. Радуга, здесь могла бы быть реклама вашего мороженого. Не пропускаешь ни одного выпуска известного телеведущего. Четкий пацанчик. Даже от просмотра небезызвестного детского аниме «Покемон» было доказано психическое расстройство больше, чем у тысячи детей. Согласитесь, если бы автор не вспомнил про покемонов, статья бы явно была неполной. И ничего, что в том случае речь шла вовсе не о психическом расстройстве. Кому какое дело? Я любила, я не делала, пробежала, все теряла, опоздала. Да, похоже я пересмотрел ролики Любы Терлецкая о фабрике звезд. Проверять факты? Пффф. Случай с покемонами был? Был. Че тебе еще надо? Поэтому родителям не стоит пускать на самотек просмотр ребенком аниме. Лучше контролировать этот процесс. Можно узнать название мультфильмов, которые предпочитает подросток, и посмотреть их сюжет из интернета. Если сюжет окажется потенциально опасным, то лучше настроиться на серьезный разговор. Потому что так просто ребенок может не отказаться от любимого сериала. Так вот чего автор статьи добивается. Оказывается, это непонятный всем и каждому крик. Запретите аниме! Все гораздо хуже. Он хочет и старшее поколение на японскую иглу подсадить и тем самым подорвать наши национальные устои. Ну анимешники, ну молодцы! Какая многоходовочка! А если серьезно, то это на удивление здравое завершение этого парада безумия. Может быть для печатной прессы все же не все потеряно. А если вам понравилось это видео, то обязательно поддержите его лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, колокольчик, комментарий. Огромное спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже в моем новом видео в следующий понедельник в 17.00 по Москве. Всем хорошего дня и до встречи. Наруто Фараева или Наруто. Я не знаю, куда ставить ударение.